Вступило время нашего урока. Ну и, как всегда, в начале несколько секунд для того, чтобы убедиться, что есть соединение и что все работает хорошо. Погода устанавливается потихонечку хорошая. В Израиле наступает настоящая весна. Это значит, что у нас уже скоро праздник Пурим. Действительно, на следующей неделе у нас наступает праздник Пурим. Слышно? Вот, подключение доступно. Зеленый цвет, зеленый цвет радует. Итак, весна наступает, наступает праздник Пурим. На следующей неделе у нас как раз вот в понедельник вечером начинается праздник Пурим. В понедельник у нас пост, называется Таанит Истер. И вот именно об этом празднике я и хочу поговорить сегодня. На самом-то деле, все, кто интересуется иудаизмом, кто исповедует эту религию, кто соблюдают заповеди, достаточно хорошо осведомлены о том, что это за праздник. Более-менее знают о тех заповедях, которые нужно выполнять в этот день. Знают, что есть два праздника, два дня праздника Пурим. Пурим и Шушан Пурим на следующий день. Ну, например, в Иерусалиме на следующий день. Пятнадцатый день месяца Адара. Многим это известно. И всякий раз, когда наступает время этого праздника, конечно, лично мне хочется почему-то еще раз осмыслить этот праздник. Ну, конечно же, не с точки зрения Аллахии закона, потому что, согласно Аллахии, более-менее все понятно. А смыслово понять смысл этого праздника, подискутировать или просто поделиться мнением своим о том, что в этот год для меня означает этот праздник, что я для себя открыл. И вот поэтому я решил сегодня поделиться своими размышлениями по поводу праздника Пурим, что для меня означает этот праздник. Во-первых, первая установка, которую я хочу сделать, что в еврейском календаре годичный цикл праздников перечислено восемь праздников. Восемь праздников, которые мы празднуем. Девятый праздник в Израиле – это Йома Ацмаут, День независимости из новых праздников. Ну, я об этом говорить не буду. То есть я буду сегодня говорить об этих восьми праздниках, которые связаны с религиозной традицией. Я их сейчас перечислю. Это Песах, это Шавуот, это Рошашана, это Йом-Кипур, это Суккот, дальше восьмой день Суккот, Шмини Ацерет – дельный праздник, праздник Ханука, ну и праздник Пури. Вот, на самом-то деле, я сделал вот такую вот табличечку. Знаете, всегда очень приятно кто-то нарисовать, и когда ты рисуешь, кажется, что всем все вот понятно и видно. Интересно, что сегодня у нас вообще нет слушателей. Ну, значит, видимо, тогда, я так думаю, в записи народ будет это смотреть. Если будет, то будет смотреть в записи. Вот такую табличку я сделал для того, чтобы нарисовать вот этот годичный круг праздников. Вот Песах, Шавуот, Рошашана, Йом-Кипурим, Суккот, Шмини Ацерет, Ханука и Пурим. Вот появился первый человек. Есть. Значит, если вы... Да, вот второй человек появился. Если плохо слышно или плохо видно, вы мне как-то об этом сообщите. Я еще раз повторю, что поскольку у нас на следующей неделе начинается праздник Пурим, мне захотелось поговорить об этом празднике, поразмышлять об этом празднике, но не с точки зрения Аллахии закона, потому что это более-менее известно, с точки зрения смысла. Так вот, когда я изобразил все праздники, причем первый праздник у меня Песах, Шавуот и так далее. Вот восемь праздников у меня расположились вот на такой окружности, от одного праздника к другому. И я считаю правильным воспринимать все праздники в связке. То есть не то, что там есть отдельные какие-то праздники, которые вот можно, я не знаю, исполнять, не исполнять. Один исполнить, другой не исполнить. Для меня вот этот годичный цикл праздников, он на самом-то деле взаимосвязан. То есть из одного праздника мы переходим в другой праздник. Это все равно, что вот обучение в школе. Поступил в первый класс, а потом из класса в класс, из класса в класс. В какой-то момент ты там дойдешь до 10 класса и закончишь эту школу. Так и здесь. Первый праздник Песах, мы туда вошли, годичный цикл начинается. И последний праздник, как вы теперь догадываетесь, вот из этой схемы, это у нас Пурим, Пурим, Адар, и вот месяц Адар, и следующий месяц, месяц Ниссан, и снова начинаются Песах и так далее. Вот годичные. Значит, эта установка для меня очень важна. Все праздники взаимосвязаны. И один перетекает в другой. И человеку, и народу необходимо пройти по всем праздникам, по кругу. Нельзя ничего пропустить. И тогда возникает некая целостность, и мы что-то получаем. Я убежден в том, что праздник, мы по-русски говорим праздник, это не просто выходной день, и это не просто память о каком-то событии. Праздник, он актуален. То есть, в тот или иной день конкретно, ну, я не знаю, там, 14-го Ниссана, или вот, не знаю, как у нас, 14-го Адара, возникает определенное противостояние духовного и материального миров, и оно такое же, как было в основании. То есть, в тот момент, когда вот это вот событие происходило. То есть, мы не память о чем-то празднуем или отмечаем, мы участвуем в этом событии. И если мы, допустим, сидим за пасхальным столом и читаем пасхальную году, то в этот момент мы по состоянию отношения души к телу, мы выходим из Митсраема, из Египта. А в Шивот мы стоим у горы Синай. Не в этом физическом смысле, как они стояли, но в том духовном противостоянии верха и низа. Поэтому это очень важно, чтобы вот эти вот все точки, праздники на вот этой многодичном цикле мы должны пройти. Ну, и то, что, допустим, у нас праздников именно 8, это тоже, мне кажется, не случайно. Мы же понимаем, что 7 – это число, объясняющее материальный мир, и 8 – это мы выходим за рамки материального мира. Союз со Всевышним, Бритмила, это восьмой день. 8 – это внематериального мира, символизирует внематериальность. И поскольку Пурим у нас самый последний праздник в годичном цикле, то мы ведь прекрасно понимаем, что весь смысл предложения вот где-то в конце находится, ближе к точке. То есть, как говорил Штирлиц, запоминаются последние слова. И в них на самом деле суть. И поэтому я думаю, что именно в празднике Пурим реализуется смысл всего годичного цикла. Так вот, чтобы это понять, чтобы разобраться в том, по крайней мере, что для меня является Пурим, каков смысл его в годичном вот этом цикле, я должен пройтись по всем праздникам коротко и посмотреть, куда все это ведет. Значит, мы начинаем с первого праздника – праздника Пейсах. Праздник Пейсах – вот он, исход из Мицраима. То есть, десять казней, которые производит Всевышний. Семья, большая семья Якова находится в Мицраиме. И Всевышний выводит эту семью, плюс примкнувших, он выводит их из Мицраима. Из Мицраима выходит огромная семья, и примкнувшие к ним то, что называется Эрефраф – смешение, большое смешение народов. И вот эта вот вся толпа движется в сторону пустыни. Мы выходим из Мицраима, мы выходим в пустыню, то есть, в никуда. В никуда. То есть, нет никакого государства, ничего. Есть Мидбар – это место, там, где не обитают люди, тем более мы окружены облаками славы, это вообще какое-то искусственное место. То есть, мы из Мицраима уходим в никуда и движемся к горе Синай. У горы Синай божественное откровение, и мы становимся народом, единым народом становимся у горы Синай. Мы там, масса, что происходит, мы там получаем скрижа из завета, мы там делаем золотого тельца, мы там строим мешкан. Все это там происходит, и после этого мы начинаем двигаться в сторону Кнанской земли. Следующий праздник. Значит, вот у горы Синай мы становимся народом, народом, получившим учение. Дальше у нас два праздника – Рошшана и Йом-Кипур. Мы понимаем, что это праздники, связанные с очищением нашим. То есть, это день суда Рошшана и Йом-Кипурим, который связан с этим, это завершение суда. То есть, начало судебного процесса Рошшана, Йом-Кипурим – завершение судебного процесса и очищение, внутреннее очищение. Только после этого мы приходим в землю Кнаанскую и начинаем ее превращать в Израиль. То есть, праздник Суккот, первый дом на родине, мы строим вот это временное жилище, это и есть превращение, освоение Кнаанской земли в землю Израиля. И когда оно проходит, Суккот заканчивается, наступает праздник Шмени-Ацерет. Шмени-Ацерет – это, собственно, как говорится в книжке, все гости расходятся, там было много гостей в Суке, и остается только Всевышний и его народ. То есть, народ и Всевышний остаются вдвоем. Вот это вот встреча. Шмени-Ацерет – восьмой, последний. Это, собственно, встреча между народом и Творцом. Замечательно. Следующий праздник по кругу идет у нас Ханука. Что происходит в Хануку? То есть, мы по-прежнему живем в земле Израиля, но возникает для нас угроза духовного характера. Мы можем… Наш дух, он каким-то образом повреждается, огречившийся и так далее. И идет война за души. Не за тела, а за души. Восстанавливается храмовая служба, чудо с маслом, вся эта история. И мы побеждаем в этой войне. То есть, мы защитили свое духовное право жить в земле Израиля. И вот дальше праздник Пури. И теперь мы хотим разобраться в том, в чем смысл праздника Пури. До праздника Ханука получается так, что образовывается народ, он получает инструменты для своего очищения, он превращает Кнаан в Израиль, он побеждает в духовной войне, и он, видимо, к чему-то готов. То есть, к празднику Ханука народ к чему-то готов. Пройдя все эти семь праздников, народ и каждый член этого народа приобретает какое-то качество, которое поможет ему реализовать замысел Творца. И вот тут мы с вами приходим к очень важному вопросу. Зачем Всевышний создал еврейский народ? Потому что вот именно к Хануке он его и создал. Проведя его по всем этим семи точкам, дав ему определенную энергию в каждый праздник, он его оформил. И вот теперь народ должен действовать. Какова наша задача? Она определена Муше, когда Муше приходит к фараону. Помните, он говорил, отправь народ мой для того, чтобы он мне служил. И отправь народ мой, и они будут мне слушать. На самом деле, вот в этом стихе, можно сказать, выражается замысел Творца. То есть, народ этот должен служить Всевышнему. И когда он служит Всевышнему, так получается, что он же не в безвоздушном пространстве служит, он же где-то служит. А вот это вот служение по существу открывает Всевышнего в мире. Мир начинает узнавать Всевышнего. Это очень интересно. В Мицраиме Всевышнего нет. Он на сто процентов сокрыт. Его там никто не знает, никто не видит. Отдельные личности, типа наших праотцов и их детей, они, естественно, несли в себе знания Творца. Но это были отдельные личности. Фараон велик. Жрецы его велики. Они не знают ничего о Творце. И тогда возникает вот этих десять казней, десять ударов мощных, благодаря которым Всевышний открывает сраями. И поэтому фараон их отправляет. Вот этих людей, которые готовы служить Всевышнему, он отправляет. Потому что благодаря десяти казням Всевышний открывается. Но десять казней – это тяжелая история. Тяжелая история, конечно же. И вот мы выходим из Мицраима для того, чтобы служить Всевышнему и открывать его всему миру. Значит, наша задача – открывать Всевышнего всему миру через то, что мы ему служим. Скажем так. Наши мудрецы говорят очень интересную вещь. Они говорят, что весь мир по существу делится на две части. Вот я даже нарисовал эти две части. Одна часть называется Мицраим – Египет. Мицар – из узкого болезненного. Это материальность. И вторая часть называется Исраэль. Яшар-эль – прямо к Богу. Духовность, которая возникает в этой материальности. Ведь когда мы выходим из Мицраима, мы куда выходим? Ответ – в никуда. Мы выходим в пустоту, потому что в мире, кроме Мицраима, ничего не существует. Есть только Мицраим. Больше ничего. Только материальность. Всевышний сокрыт полностью. И вот мы должны прийти, приобретя какие-то качества по дороге, став народом, мы должны прийти в Кнаан, который тоже Мицраим по существу. И вот в этом Мицраиме, уже не в таком мощном, в Кнаане тире Мицраиме, мы должны создать Исраэль. Там уже были предпосылки определенные. Естественно, Всевышний уже потенциально готовит эту землю, чтобы из Кнаана она стала Мицраимом. Но там мы еще должны доделать. Вот эти вот Мераглим, шпионы, когда они пошли, они могли этот процесс гораздо сильно облегчить. Если бы они определенным образом себя вели, то тогда Кнаан бы быстрее стал превращаться в Мицраим. Но поскольку они сделали то, что они сделали, нам нужно было еще 40 лет в пространстве, которое называется «Ничто», побывать, чтобы снова сделать попытку и войти в Кнаан и превратить Кнаан в Исраэль. И вот мы в Суккот превращаем Кнаан в Исраэль. Превращаем. Дальше идет наша встреча один на один со Всевышним в Исраэле. Мы начинаем служить Ему. Дальше, естественно, человек остается человеком. Плоть остается плотью. Мы Мицраим все равно в себе несем. Мы ведь сыны Якова и сыны Исраэля. Но мы сыны Якова. А Яков связан с Мицраимом. Яков пришел в Мицраим. И поэтому уже в Исраэле у нас возникает духовная проблема. Потому что мы все равно в себе несем Мицраим. И тогда возникает внутренний конфликт нашего внутреннего Мицраима, Исраэля, в котором мы пребываем. И вот это вот есть Ханука. И когда мы все-таки побеждаем, решаем эту внутреннюю проблему, «Вот мы приготовлены для служения окончательного и выполнения функции, которую на нас возложил Всевышний». И что происходит? Мы уходим из Израиля. Ведь все действие Пурима происходит не в Израиле. Происходит где-то в Персидской империи. Огромная империя, там стопом 127 стран. Ну, огромная. От Индии до Африки. Весь мир, можно сказать. Но не Исраэль. Исраиля нет. По крайней мере, в этой истории, в истории Магеллата Стер, Свитка Стер, Израиля нет вообще. Ни разу не упоминается. И ни разу не упоминается имя Всевышнего. О чем это говорит? Что мы вне Израиля. А если мы вне Израиля, то по этой схеме где мы находимся? В Месаиме. Потому что есть Месраим и есть Исраиль. То есть мы находимся вне. И у нас вне возникает мощная проблема. Проблема с кем? С Амалеком. А кто такой Амалек? И тут же мы вспоминаем, что Всевышний сказал, Исраэль мой первенец, а Амалек первенец всех народов. Вот встреча двух первенцев, Исраэль и Амалек, она на самом деле самая главная. Ведь как только мы выходим из Месраима, кого мы встречаем? Мы встречаем Амалека. Конечно же, первенца всех народов. Он даже пришел в пустоту, в никуда, откуда-то пришел, мы даже не знаем откуда, в никуда, сразиться с нами. Настолько для него важно победить нас. Амалек представляет Месраим, то есть всю материальность. И он за нее отвечает, и он себя считает самым главным. Он первенец всех народов. И поэтому вот здесь, в новом Месраиме, в Персии, в городе Шушан, вот там мы и встречаем вот этого самого Амалека. То есть мы за все семь праздников приготовились для самого главного, для служения. И служение это мы должны производить для других народов, а это в Месраиме. Это не в Исраиле. В Исраиле мы только приготовились и служим Всевышнему. А дальше мы выходим. Мы по существу выходим на борьбу с Амалеком. И там мы действительно встречаем Амалека. И там есть некое правительство, которое не мы. И есть Амалек, который воздействует на это правительство. И есть мы, которые воздействуют на это правительство. И дальше происходит война. И мы выигрываем в этой войне. Выигрываем в этой войне. И начинается очень интересный процесс, когда мы выигрываем в этой войне. Мы, во-первых, не ассимилированы. Мы остаемся евреями. И наше еврейство очевидно всем. Оно демонстрируется, оно не скрыто. Хотя в какие-то моменты мы пытались его скрыть. Но потом оно открывается полностью, становится известным, кто мы. Амалека не лишают оружия, просто оружие дается и нам. И тогда мы сражаемся в битве. Сторонники Амалека и мы. И мы побеждаем. И Амалек повержен. Его потомство повержено. Мы приближены к власти. Мы не власть. Мы только приближены к власти. Как в Митсраиме. Как в Митсраиме. Персия, второй Митсраим. Тоже Митсраим, не Исраиль. Дальше написано там, что многие из народов примкнули к иудеям, написано. То есть они стремятся, начинают стремиться к единому. Нас поддерживают. Нас поддерживают правители. И сам царь Ахашвирош начинает принимать некие разумные решения. Написано в конце, что он обложил свой народ и все другие народы и острова налогами. Имеется в виду разумным налогом. То есть он вводит разумное правление. И Мордехай, его первый советник, помогает ему. То есть, смотрите, мы начинаем там определенный процесс, процесс конечного исправления. И, в общем-то, мы преуспеваем в этом процессе, в процессе конечного исправления. Получается, что такая парадоксальная мысль, что если в праздник Пейсах мы выходим из Митсраима, для того, чтобы стать народом, обрести землю, укрепиться, приобрести необходимые инструменты, то, когда мы все это проделываем к празднику Ханука, дальше мы должны выйти из Израиля, и мы должны снова вернуться в Митсраим. Понятно, что если мы вышли из Израиля, то мы тут же попадаем в Митсраим. Потому что мир делится, как мы сказали, ровно на две части. Митсраим и Израиль. И вот мы возвращаемся в этот Митсраим. Естественно, там лидеры духовные и прочие – это Амалек, конечно же, потому что вне Израиля лидер Амалек. И мы, естественно, с ним сталкиваемся, воюем, побеждаем. И начинается финальный процесс принятия единого. То есть, то, что называется тикун аулам – исправление мира. Вот что для меня на самом деле праздник Пурим. То есть, это именно то действие, ради которого Всевыжний нас придумал, сделал. То есть, мы начинаем участвовать в финальной сцене исправления всего мира. Это и есть Пурим. И происходит он, конечно же, не на территории Израиля, а вне. То есть, Персия в данном случае, по нашему определению, это Митсраим. Это в материальном мире. Вот это история Пурима. Таким образом, смотрите, когда устраивается в Пурим карнавал, то есть переодевание, мне кажется, это не совсем верно. Ведь потому что мы в этой империи, в этом пространстве Митсраима, вне Израиля, на самом деле демонстрируем свою причастность к еврейскому народу. Мы это не скрываем, мы это показываем. Мы показываем, кто мы. И люди вдруг к нам потянулись, не отвергли. Карнавал, ведь он прячет личность, да? Он одного дает за другое. То есть, вот такой перевертыш. А история наша, это наоборот. Мы хоть и одеваем другой костюм. Мардыхай, допустим, одевается в этого помощника, так же, как и был одет Аман. Но все знают, что он Мардыхай, иуди, еврей. Все знают об этом. Он не скрывает этого. Он не скрывает этого. Поэтому карнавал, мне кажется, не совсем точное действие, которое мы производим. И для меня это, в общем-то, конечно же, влияние католических стран, потому что карнавал возникает в позднее Средневековье, в Северной Италии, Южной Германии, именно католические страны. И он, на самом деле, связан с одной стороны с христианством, католичеством, с другой стороны с язычеством, конечно же, связан. И для меня, конечно же, это просто влияние. Влияние, которое мы испытали, взяли кое-что для себя, придумали для себя, в общем-то, вот всю эту историю для того, чтобы веселиться, поскольку сказано, наступает Адар, ну и мы увеличиваем веселье. И увеличиваем веселье, в том числе и гулять, переодеваться, тем более, что в Магеллат-Эстер переодеваются. Обратите внимание, что Магеллат-Эстер, та книга, которую, тот трактат, который полагается читать, и в вечернюю молитву, и в утреннюю молитву, то есть дважды, это главная заповедь, выслушать Магеллат-Эстер, это главная заповедь. Сколько там частей? Простите внимание. Вот кто не помнит, полистайте и увидите, что там ровно 10 глав. 10 глав. Я думаю, что это не случайно. Вот так же, как Митсраим 10 казнями сделал так, что Всевышний был обнаружен в этом мире, в мире Митсраима, так и мы в этих 10 главах уже не через Всевышнего, уже не через казнь Всевышнего, а через наши действия приводим Всевышнего в этот мир. Да, действительно, в Митсраиме Всевышний сокрыт. Имя его ни разу не повторяется. Но то, что мы являемся носителями этого имени, это изначально задано. Игуди, Ле Гудот, благодарить Всевышнего. Иуда, четвертый сын, благодарю тебя, Всевышний, что ты дал мне его. В имени Иуда уже есть Всевышний. И вот Игудим, они носители этого Всевышнего, и когда они признаются, они совершенно явно существуют, следующий шаг через них будет открыто имя, обязательно. Таков путь, таков путь, таков он и есть. Вот об этом я хотел вам рассказать. Не касаясь, не касаясь подробностей того, что мы делаем в Пурим, как мы себя ведем, я поговорил сегодня только о смысле, о годичном цикле праздников, о том, что мы от праздника к празднику получаем и укрепляемся в некой силе, для того, чтобы в конце концов стать народом, способным выполнить поручение Всевышнего. И выполняем мы его как раз в Праздник Пурим. Вот что я вам хотел рассказать. Теперь я хочу посмотреть, может быть, есть какие-то вопросы. Саша Борисенко из Варшавы. Здравствуйте, Саша. Так, вот, спасибо, спасибо. Слышно и видно хорошо. Ну, это, да. Так. География, конечно, широкая. Вот вопрос, значит, Нина Овчаренко. И почему покидает свою землю Израиль? Потому что исправлению должны останутся другие народы. То есть, исправляется ведь не Израиль. Израиль исправлять не надо. Израиль – это исправленное состояние. Исправлять нужно Митсраим. Если весь мир делится на две части, Митсраим и Израиль, Исраиль и Ашар-Эль – это уже исправленное состояние. Исправлять нужно Митсраим. И если нужно исправлять Митсраим, то, видимо, находиться нужно в Митсраиме. Поскольку издалека исправлять Митсраим, видимо, не получится. Нужно там быть. Мы вышли из Митсраима, чтобы приготовиться, вернуться и исправить. А приготовиться именно в Израиле. Израиль – это исправленное состояние. Поэтому мы выходим. Поэтому мы должны выйти из Израиля, исправленное состояние, прийти в Митсраим, и там совершить это действие. Так мне кажется. Где находимся, евреи, сейчас? Ну, сразу вспоминается анекдот, да? Где вас нет? Повсюду. Но евреи находятся повсюду. Но, смотрите, очень интересно, что мы же должны собраться в земле Израиля, да? Сказано. Потому что вот собирание в земле Израиля – это и есть условие для восстановления храма, для того, чтобы вот критическая масса евреев в Израиле превратила, наконец, действительно очистила эту землю, оно стало Израилем, а не другой какой-то, не гнанской землей, чтобы возник храм. Вот когда возникает храм, это знак того, что очищение произошло, и только после этого наступит условие для Пурима. Ведь сказано так, все праздники отменятся, кроме Пурима. Это значит, когда мы соберемся и придет Машиах, по существу все праздники отменятся, кроме Пурима, потому что Пурим должен еще произойти. Мы сейчас возвращаемся. Мы сейчас еще до Хануки не дошли, грубо говоря. Вот когда мы идем до Хануки и образуемся как народ, и возникнет у нас храм, Ханука – это храм, храм должен возникнуть, да? Чудо с маслом – храм. Вот после этого наступит эпоха Пурима. И тогда все праздники отменятся, кроме Пурима. Сказано так. Ну вот, хорошо. Значит, вот, все поздоровались, всем здравствуйте, всем хорошо. Я вам желаю, ну, во-первых, шаббат шалом. Этот шаббат очень важный. Мы должны все выслушать вот эту главку «Захор». Помни, что сделал тебе Амалек, поскольку на следующей неделе у нас с ним встреча предстоит. Ну и нужно поститься. В понедельник у нас пост с утра и до вечера. И вечером обязательно нужно выслушать «Магилат Эстер» и утром тоже выслушать «Магилат Эстер». Не забудьте послать близким, дорогим, неблизким, всяким людям, всякие подарки. Помочь тем, кто нуждается в этом. Это обязательно. Ну и, естественно, устроить праздник, сауду, ну и слегка выпить. Я об этом не буду говорить, потому что это целая история, почему мы должны выпить, почему мы должны забыться. Это тоже. Но в контексте того, что я сказал, оно как раз укладывается. Может быть, как-то в другой раз мы об этом поговорим, просто никто не задавал этого вопроса. Вот все, что я вам хотел сказать. Всего хорошего. Всем спасибо. Шаббат шалом. И с наступающим праздником. Пурин. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok